сегодня мы поговорим о мебели и именно с этой целью я приехал в салон к элле а салон называется уан мебель сейчас объясню в чем фишка а вы наверняка ну не наверняка точно наверняка покупаете себе мебель когда делаете ремонт когда сделали ремонт ну или по крайней мере планируете это сделать так вот друзья вопрос очень важный на самом деле потому что то на чем вы будете сидеть то на чем вы будете спать должно выглядеть эстетично и это должно быть удобно ну и конечно это не должно продаваться на мой взгляд по супер заоблачной цене хотя для каждого заоблачная цена своя ну сами понимаете сегодня я пришел в гости к элле она хозяйка ты кстати хозяйка меня зовут элла трассенко я дизайнер подожди я еще не все мебель хорошо что ты перебиваешь ведущего неприлично значит сейчас она сама в общем представится а я сегодня в этом прямом эфире покажу вам мебель которую мы используем своих проектах в частности сияние авроры вы могли ее наблюдать это замечательная кровать зеленого цвета она волшебная вам скажу сразу же ну и сегодня мы походим по салону элла расскажет покажет свою мебель так что вам делать ничего не надо просто смотрите на экран и наслаждайтесь так сказать зрелищем задавайте конечно же вопросы друзья добрый день меня зовут элла трассенко я дизайнер компании ван мебель и один из создателей мы занимаемся производством и продажей мягкой мебели диваны кровати и кресла пуф и ван мебель это в первую очередь дизайн то есть мы сконцентрированы на идеальных формах на идеальных пропорциях мы занимаем сегмент средний плюс и считаем свой бренд достойной альтернативы многим европейским производителям не уступающим по качеству и дизайну в таком же сегменте безусловно я не говорю о совсем там шикарных игроках так минуте там так далее даже даже не лезем эту историю чтобы все понимали сразу же скажу речь идет о нашей отечественной мебели это наше производство более того эта мебель производится на урале на урале в городе екатеринбург дизайн этой мебели придумывает лану и ее команда дизайнеров она пользуется естественно аналогами европейскими но и другими конечно же тоже для того чтобы создать идеальную мебель что отличает эту мебель его давай расскажи нам про дизайн ты уже сказала но что это изготавливается здесь ты уже сказала что еще отличная особенность мебели да то есть давай сразу главный вопрос отличается ли это на цене я с удовольствием на него отвечу друзья мы не претендуем на звание дешевой компании объясню почему первую очередь когда вы приходите в салон мебельный вам будут рассказывать примерно перечислять одни и те же материалы да такие как там поролон не знаю разные плотности поролона из чего стоит каркас тоже то вы будете слышать такие слова как фанера где-то может быть полностью с фанера где-то с применением дсп то есть все делают очень по-разному и на самом деле как устроен каркас внутренне вы так и не поймете и реально это понять будет только в эксплуатации сам смысл вы не знаете вам могут много что рассказать на самом деле так но как он состроен физически насколько он грамотно сделан вы так и не узнаете только в процессе эксплуатации непосредственно мебели да соответственно так только так сожалению по другому никак потому что это скрытая история что касается каркасов в любом случае в этом должен участвовать инженер вот вы видите на предположим вот этот вот там серый диван его можно сделать даже дельтар на каркас и внутренние наполнители ну совершенно по-разному абсолютно это будет разная жесткость ответственная и качество изделия что касается наполнители мы в любом случае используем высокоэластичные пенополиуретаны самая главная история это это максим снимает не пугайтесь это не диван был соблюдать технологию поролона то есть это жесткого слоя более мягким да они просто из мягкого самого дешевого все это слепить естественно ваш диван может просто потерять форму уже через полгода скажи вот этот диван который здесь стоит то есть я смотрю и очень аккуратно сделан с точки зрения строй строчек с точки зрения форм все гармонично сочетается окей значит люди что говорят они говорят есть похожий диван но стоят там других денег вот этот диван сколько стоит вот этот диван у нас стоит я надеюсь не помню к сожалению потому что он бывает разных конфигураций как раз кстати мы покажем да это модульная модель roxon то есть что такое модульный диван это когда вы можете как конструктор лего да составить любой габарит который вам необходим короче вы можете прийти в магазины и выбрать разные модули составить из них например вот такой длинный диван он будет стоить 220 тысяч до базовой ткани вы можете собрать диван покороче он будет стоить 122 тысячи и 120 а вопрос такое смотри вот этот диван стоит 200 тысяч огромный самый большой нет вот не а вот этот модель смотрите да очень удобно трехметровый диван сто 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 шесть тысяч давай так смотри давай идем я буду снимать диван да не подожди что мне нужно сделать тебе нужно рассказать почему этот диван должен стоить 150 тысяч рублей вот ну помимо того что он внешне конечно же прекрасен но есть похожие диваны согласись а мы поедем в другой центр на берегу не поясно пройдемся и и нас к и нас копируют очень я сама видел их те диван и мы найдем похожим я подчеркиваю похожи отдаленно похоже ты хотел сказать а он подожди клиенты приходят и говорят нам есть за 50 150 расскажи разницу чтобы вы понимали нам дизайнером очень важен внешний вид вам заказчику очень важен важная эргономика но и внешний вид безусловно тоже но есть такие моменты нюансы и вещи которые вы не замечаете ну как не специалист в этой сфере и вот сейчас попробуем так сказать объяснить чем в чем же различие например давай его да да конечно твой выход тогда да 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 вообще не слышно потому что микрофон на фону хорошо что касается нашей мебели да то есть мы очень огромное внимание уделяем разработки формы мы создаем коллекцию то есть мы не создаем ее индивидуально до диван по вашим эскизам объясню почему раньше мы именно так и делали но для меня как для архитектора и дизайнера очень важны качество строчки ее вид что здесь именно вот такое должно быть расстояние и не другое при пухлости должны быть именно такие и не меньше и не больше чтобы архитектура дивана как выглядела идеально я так называю да по-другому не могу увидите вам это все объяснять потому что очень сложно объяснить то что я чувствую дает с точки зрения дизайна и архитектура мебели это как кстати в архитектуре вот вы видите идеальное красивое здание да и рядом стоит какой-то не очень то есть такая же история на самом деле в мебели абсолютно когда вы подозреваете что что-то не так визуально вот она и дешевле понимаете очень часто мы ставим диваны посередине комнаты и я кстати вас призываю это делать потому что диван это ну давайте так скажем этот центр нашей общественной зоны вокруг него мы должны иметь возможность ходить поэтому до спинка тоже очень продумывается стильной стороны также хорош как и с фронтальной стороны окей хорошо вот кстати главную особенность я хотела все-таки подчеркнуть почему мы делаем например коллекцию до определенной мебели создали потому что от индивидуалки мы ушли по одной простой причине когда вы делаете мебель по картинке заказываете да у в мебельной компании то время за которое ты должен делать это диван она настолько настолько мало и ничтожно что по моему опыту я рассказываю нас на основе своего опыта каждый раз когда я видела изделия да я понимала что я могу довести его до идеала она для меня идеально мне казалось потому что очень сжатые сроки и дали дала времени чтобы довести до ума там что-то переделать перекрыть это очень длительный долгий процесс так как эта история в общем серийная ну скажем все верно это серийная срок производства обязательно есть возможность собирать из модулей любой размер диван все верно абсолютно точно хотите вот такую приставку хотите прямую сделайте вот такую ну когда мы создавали это диван например первый пилотный образец до который мы запустили пришлось переделывать все вплоть до каркаса потому что мне не понравилось пропорции именно изделия после каркаса идет именно уже обшивка да то есть когда ткань обтяжек садит на изделие и тут тоже возникают многие моменты да где-то шов опускаем то есть тоже меняем пропорцию то есть мы настолько зациклены на идеальности вот на этой архитектуре надо на пропорциях для нас это очень важная история и мы хотим чтобы наш заказчик да тоже это оценивал то есть любом случае вы разницу не видите я с вами полностью согласна платить больше не стоит ну то есть давай еще раз разница твоего дивана за 150 тысяч и дивана за 50 заключается в том что в твоем это идеальные пропорции раз второе это идеально посаженное ткань на изделие то есть это мне вот кстати вот этот момент не все понимают идеально посаженное ткань на изделие давайте еще раз посмотрим на этот подлокотник например или лучше пойдем на кресло посмотрим давайте кресло вы же тоже кстати вот как раз сложная форма именно радиальная можно кстати такое тоже показать без разницы на самом деле кресло которое тоже изготавливают что такое посадить ткань объясняй пожалуйста давайте на простом примере да когда шьют пиджак чем отличается Пиджак из магазина и пиджак, который шьют именно по вам, то есть садят его на ваше тело. Здесь история такая же происходит. Если в тропях что-то делать, да, положим там на заказ или еще что-то, опять же, вы ограничены по сроку. А, например, посадить ткань с первого раза на изделие, как правило, не удается. То есть снимается опять чехол, делаются какие-то пометки, да, где ткань не сидит, где она болтается, где потянуть и затянуть. Предположим, перешивается опять лекало, потом опять садится, переверяется, хорошо ли она села. То есть многие моменты, да, технологические, которые позволяют именно создать вот это вот идеальное изделие, но это время. Поэтому у нас... Ну, во-первых, это время, во-вторых, это форма, допустим, когда она уже есть готовая, вот вы ее отработали, отточили. А чехол, например, вам нужно одеть вот из этой ткани, у вас выкройки все есть, ничего такого не делать. Да, лекало, все верно. Это позволяет сделать, ну вот, как ты говоришь, идеальную посадку. Да, довести до ума изделие все равно это время. То есть нет никаких случайностей, нигде не фолдит ткань, да, то есть еще какие-то моменты. Что такое не фолдит ткань? Делай по-русски. Да, давайте по-русски просто. Не болтается, не сжимается, не знаю, ну, как это объяснить еще? Не морщится. Не морщится, да. Не топорщится. Не топорщится, не морщится. В общем, все с ней в порядке. Эффект от целлюлита, да? Да, вообще, да, кстати, эффект целлюлита бывает на подушках, я вам скажу, это тоже зависит от того, кто из чего делает там подушки спины. Вот на подушках спины, это, кстати, очень частая история. У нас просто еще дублирующий чехол внутри, который сравнивает визуально эту фактуру. Подожди секунду, то есть, давай, следующее, подушки. На подушках у тебя есть еще один чехол под основным чехлом? Обязательно, да. Зачем? И съемные подушки сидения, такая же история. Обязательно, ну, в любом случае, представляете, вы открываете, у вас, извините, вываливается там укрывочно-сантепоновый верхний слой, и потом в это все попадает в молнию, но это не камильфо, это не наш уровень, так скажем, да? Мы претендуем. Подожди, подожди, как это сказывается на длительной эксплуатации? На длительной эксплуатации чехол никак не сказывается. На короткой, на длинной и так далее? Нет, это больше эстетическая функция, то есть, вплоть до молнии, то есть, мы отслеживаем эстетику изделия. Для нас это важно. Мы до этого обсуждали целлюлит на подушках. Да, 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 на подушках спины именно такое происходит, потому что там наполнитель не пролоновый, да, у нас вообще гибрид. Вот эти подушки. Да, они, кстати, тоже могут быть из самого простого дешевого синтепона, который у вас упадет со скоростью света. Как бы это круто ни звучало, еще там лебяжий пух искусственный называют. Знаете, вот эти вот маркетинговые фишки, это все полная ерунда, и любой мягкий наполнитель, он усадку, безусловно, дает со временем. Но у нас внутри гибрид, это наш секрет фирмы. То есть, у вас какой-то секретный наполнитель? Да, мы гибридный наполнитель создали, который более-менее на половую подушку продержит. То есть, он держит форму подушки долгое время? Да, да, все верно, все верно. Это дольше, кстати, чем у дешевых производителей, вот это факт. То есть, отлично, давай, вот я нашел еще одно отличие. То есть, получается, дорогой диван от дешевых, ну как дорогой, недорогой, есть диван за 150 тысяч евро, чтобы вы понимали, дорогие друзья. Значит, ну вот тот диван 150 тысяч. Да, и Европа будет стоить в два раза больше и дороже еще. И какой-то там другой за 50. Одно из отличий мы еще сейчас обнаружили, это что подушка, вот эти подушки, они не просядут со временем. Все верно, абсолютно точно. А такое бывает? Очень часто, особенно в дешевой мебели. Имен называть нельзя, но придите в какой-нибудь недорогой просто торговый центр, да, идет очень много мебели именно эконом-сегмента. И вы уже увидите, что на выставке подушки все уже смятые, и на что не похоже. Они все дали усадку. А у тебя сколько мебель здесь стоит? Это уже новые образцы, конечно, потому что мы переехали. Чтобы было видно, что на нем посетило немало задниц, и стало понятно, что ничего не сделалось с этим диваном. Тут, видите, вопрос только доверия, потому что это отзывы. То есть, вы можете элементарно каким-то образом поинтересоваться у людей или на отзывы посмотреть на нашем сайте. Как правило, у нас работает при продаже уже сарфан на радио, да, то есть приходят друзья клиентов и так далее, которые уже были в квартирах. Ну, давай пойдем еще покажем еще кресло. По подушке, кстати, я бы тоже акцентировала внимание, да, подушки сидения. Опять же, можно сделать более дешевым способом, когда, вот опять же, обратите внимание, да, у недорогих производителей очень часто тоже дают уже усадку подушки сидения. То есть, там как лужица такая образуется, да, где постоянно сидят и так далее. У нас достаточно такая средняя жесткость, у нас немягкие диваны. Почему? Потому что, например, если сделать все из мягкого пролона, то просто функция теряет как бы функциональность свою, потому что мягкие слои быстро очень просаживаются. То есть, у вас опять же он деформируется со скоростью света. То есть, подушку можно тоже сидение очень по-разному сделать. И мы используем технологии именно распределения, склеивания слоев пролона от самого жесткого слоя к более мягкому. Поэтому и форма держит дольше. То есть, это усложнение технологии в том числе какое-то, да? Ну, это даже лентарно сообразить по технологии, это и дороже, да, то есть, потому что мы можем взять там более дешевый мягкий пролон, склеить между собой эти слои, как бы, и все, фактически. И просто закрыть это все в чехольчик, без внутреннего чехла, без всех этих историй. Ну, и опять же, обратите внимание на отделку вообще внутреннюю, да, наших изделий. На другой стороне подушки мы используем такую прорезиненную поверхность, антислайт. То есть, никаких липучек, опять же, да, как делают дешевый производитель, предположим. Да, которые забиваются потом всякими ниточками. Они выходят из строя очень быстро, на самом деле. То есть, они не работают уже потом. Но вот эта штука позволяет не скользить. Не скользить подушки сиденья, все верно, определенно. Ну, то есть, вот за мелочи заморачиваетесь, да? Мы прямо, да, и, как вы можете заметить, мы не экономим, мы не делаем техническую ткань на невидимых участках. То есть, вы видите, лицевую ткань продолжается на внутренней части, здесь такая же история. Ну, и здесь уже технологически просто должно быть другой материал. Вот кто-то, ты знаешь, написал на сайте, вы не разместите плохие отзывы. Это что? А мы на сайте не размещаем, посмотрите в Инстаграме. Я не знаю, кому это вообще. Ну, вот кто-то написал. Вы поясните, что имеется в виду? То есть, есть какой-то негативный опыт работы с OneMobile? То говорите, мы за честность. Да, абсолютно точно. Потому что у нас даже клиентский сервис, менеджеры звонят по прошествии 6 месяцев и спрашивают, все ли устраивает, все ли в порядке с мебелью и так далее. То есть, мы всегда признаем, если что, там свои ошибки, мы к этому готовы. Хотим долго оставаться на российском рынке, да, и, может быть, даже захватить европейский. Да. Поэтому у нас... А кто-то пишет дорого. Ну, друзья, тут насчет дорого, это каждый сам для себя решает. Ну, конечно, как в одежде, да, кто-то одевается в гуча, кто-то одевается в манго. Каждый сам решает, дорого ему или нет. Я вот всегда обращаю внимание на строчки. Вот посмотрите, как строка идет ровно. И нету, вот когда нитка за нитку, там что-то торчит, там, вот этого я пока еще не нашел. Да, это тоже очень важно, хочу, чтобы вы это все оцениваете. Смотрите, на спинке тоже идет чистовая ткань, очень часто... Да, вот эти народ подтянулся, народ... Здравствуйте. Очень важно еще вот на спинку обратить внимание, потому что нас недавно с исконтой скандинавским киндер-брендом сравнивали, выбирали между нашим диваном и их, и сказали, что, например, в этой части шла техническая ткань. Ну, как видите, у нас все сделано по-другому, то есть здесь идет лицевая ткань. А я предлагаю показать вообще, в принципе, что есть. Давай тогда с диванами закончим. То есть вот мы посмотрели одну модель дивана, вот это вот 150 тысяч, давай вот это вот диван. Я вам скажу, что этот диван напоминает не только диван Миноти, а в принципе мы говорим сейчас о форме, которая в тренде. И если вы будете внимательно смотреть многие европейские фабрики, у всех плюс-минус все похоже. Даже некоторые модели очень сильно похожи, перекликаются между собой. Ага, только я хочу сказать, что вот такой диван... Просто трендовая форма. Вот такой диван фирмы Миноти будет стоить 10 тысяч евро. А это 700 тысяч рублей. Ну, может, удастся за 500 вам купить. Нет, но он стоит 187 тысяч рублей. А я говорю про итальянский. Да-да-да, все верно, конечно. Про аналог. Да-да-да. Причем самое интересное, что если вы выберете, опять же, европейского производителя, предположим, нашего сегмента, то есть там будут точно такие же материалы внутри, но будет он стоить умноженно на 3, на 4 и выше. Да, еще, я так понимаю, много от ткани зависит. Безусловно, кстати, вот я хотела как раз-таки, у меня мысль возникла на вот этом сером диване, да, рассказать вам историю про ткань. Ткань очень сильно влияет на стоимость. Ну, пока ты рассказываешь, пошли в другой диван. Давайте. Что касается тканей, у нас очень много в арсенале тканей, именно, которые возятся на европейский рынок, поставляются и на европейские фабрики. У нас даже с несколькими фабриками есть совпадение, потому что я каждый год езжу в Милан также на выставку, отсматриваю, какие тенденции сейчас в моде, какие фактуры, цвета и формы, и очень часто у нас идет прям совпадение. Ткань, безусловно, безумно сильно влияет на стоимость, потому что можно купить за 100 рублей ткань, а можно за 200, и тут, конечно, очень сильно сразу же ценник взлетает. Но мы принципиально позиционируем, такой шикарный дизайн, такое качество, мы просто не можем себе позволить использовать дешевые ткани китайские, там за 100-200 рублей, ни в коем случае нет. Нет, нет и нет. Ну вот очередной диван, называется как? Называется он Роджер, его стоимость 165 тысяч рублей, и внутри у него скрыт механизм трансформации спальное место. То есть это стоимость со спальным места? Все верно. А этот диван в размере может меняться? То есть вот эту кассетку можно выкинуть? Ой, можете вообще любую форму набрать, он может быть п-образный, угловой, прямой, хоть какой абсолютно, он модульный. Любого цвета, любой ткани? Абсолютно, да. Соответственно, это повлияет на стоимость? Безусловно. Даже вот на такой диван, плюс-минус там, плюс-минус, ну грубо говоря, 40 тысяч рублей, может быть только разница ткани у вас быть. Поэтому тут очень сложно вообще о стоимости рассуждать, не понимая, о чем мы говорим, да, то есть столько факторов, которые влияют на нее, то, конечно, такая история. Ну ткань очень серьезно влияет. Очень, очень. Ну вот давайте следующий диван. Это диван Ларс, тоже один из самых продаваемых у нас. Кстати, вот его брат, опять же, Магнус, вот который зеленый был диван. Это то же самое, посмотрите, в другой конфигурации, кстати. Можно вот сюда отойти, здесь видно, что он угловой. То есть появилась такая штучка? Да, подлокотник. Как подлокотничек? Да, все верно. То есть немножечко другая конфигурация. Ну у вас и салончик такой приятный, в общем, все так поевропейски? Мы за дизайн. Все так поевропейски? Да, да. Да, друзья. Маконичненько. Мы ориентируемся, конечно, на европейский рынок, да, то есть он нам интересен, мы сравниваем именно с ними, конечно. Мы не сравним себя с российскими производителями вообще. Вот смотри, пишут тебе. Да, живу в Европе, купили диван от местного производителя. Подушка, которая поднимается у нас с липучкой. Вот так вот. Вот так вот. Друзья, это вообще, кстати, очень стереотипное мышление про европейских производителей, я вам скажу, потому что я насмотрелась и перетяжку делали, то есть я видела эти каркасы, и они не все, поверьте мне, идеальные. Наполнители, то есть это все очень такая мифическая история на самом деле, очень спорная. Причем даже дорогой производитель бывает, может быть, хуже, например, сделала внутреннее, чем более недорогой производитель тоже европейский. Очень такая спорная тоже история. И вообще, кстати, европейцы, они меньше всего заморачивают за то, что у вас растянутся подушки, вытянется ткань. Они очень много продают натуральных каких-то тканей, где присутствует хлопок, лен, который растягивается, который невозможно практически им чистить, он уже даже цвет может терять. Они за это не заморачиваются. Даже та же выставка из салона ежегодная, которая приходит в Милане, посмотрите, что происходит там, там уже очень много мятых подушек лежит, и они не парятся за это. У них другой менталитет, они по-другому к этому относятся. А у нас все должно быть натянуто, все должно быть идеально, поэтому диваны у нас средней жесткости, а не мягкие. Такое мнение, ну человек, который в этой сфере крутится и крутится, поэтому... Ну, я и на опыт опираюсь, а не просто говорю. Можно выразить по этому поводу. Я предлагаю посмотреть кровать. Именно эта кровать стоит в нашем проекте «Сияние оброры». Она очень крутая, но здесь она даже не похожа на ту кровать, которая в нашем проекте, просто потому, что она обшита совершенно другой тканью. Как вы относитесь, что в кровати встроенный матрас? Это как? Встроенный матрас, это может быть идет речь об вот этой американской системе, как в отелях, когда матрас отдельной конструкцией является. То есть он прямо стоит на полу, там прямо тоже небольшой каркасик есть и дальше вот мягкие вот эти наполнители и отдельно делается уже изголовье. Это, кстати, тоже такая, ну, частая история. Но мы никак к этому не относимся. Мне как дизайнеру это не нравится, честно вам скажу. Я почему-то не воспринимаю это. Тут прям вообще от слова «никак». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...